Почти 650 тысяч ребят по всей стране сегодня прощаются со школой, позади экзамены, впереди поступление в вузы, выбор работы и взрослой жизни. Но сначала праздник. По традиции лучших выпускников страны наградят в Кремле, их туда приедет почти 6 тысяч. Во всех городах пройдут балы, концерты, дискотеки, веселиться вчерашние школьники будут до утра. В Москве в распоряжении выпускников отдадут парк Горького, а в Петербурге центром притяжения вновь станет набережная Невы, где пройдет, пожалуй, самый романтичный праздник – Алые паруса. В этом году он отмечает полувековой юбилей. О том, как все начиналось, Дмитрий Витов. Светомузыкальное, лазерно-пиротехническое, парусно-водное шоу. В прошлом году посмотреть его приехали почти 2 миллиона человек со всего света. В этом ожидают еще больше. К обычным туристам непременно присоединятся болельщики чемпионата мира по футболу. Единственный в мире бал выпускников на реке и в историческом центре города по официальному признанию международного жюри – лучшее европейское событие. В этом году отмечают полувековой юбилей. Выпускники 1968-го до сих пор хранят впечатление того самого первого праздника. Здесь вот наша Нева, это была наша. Нева народу, не было столько автомобилей, не было столько народу, но все равно, в общем, со всего города люди стекались. И были баржи, которые, водометы, в общем, цветные, спас свет. Ну, праздник настоящий был. Ни кино, ни радиохроники о том событии не сохранилось. Никто толком не помнит, кто автор идеи. И только на днях в библиотеке бывшего дворца пионеров случайно наткнулись на эту папку – сценарий второго праздника 1969-го года. Текст ведущего – описание технических приемов. Перестройка флагов составляет буквально надпись «Алая паруса 69». Перестройка флагов. А сейчас это все проще. Нынешние выпускники, наверное, правы. Сейчас гораздо проще. Но, оказывается, и тогда режиссеры умели удивлять. Например, свидетели рассказывали, что артисты, изображавшие героя в книге «Бегущая по волнам», по волнам действительно бегали. Им не верили, но в этой папке – описание фокуса. Пробег Фрейзи Грант по воде, по волнам обеспечивают подводные плоты и группа водолазов. В небе сверкали прожектора. Растральные колонны вспыхивали от вереницы факелов. По Неве шла целая эскадра катеров. Шхуна «Надежда» – одна из первой сыграла роль корабля из сказки Александра Грина. Алые паруса тогда шили из натуральной парусины. И весили они больше тонны. Теперь используют тончайшую нейлоновую ткань. А роль сказочного брига исполняет шведский парусник «Три короны». Учебное судно, интернациональная команда которого выполняет гуманитарные миссии. Это морское судно – одно из немногих, способно выполнять маневры в акватории Невы, находясь буквально в эпицентре фейерверка. В алых парусах капитан участвует девятый год подряд. А само представление так и не видел. Нагрузка во время шоу запредельная. Нет, ну что вы, нет времени смотреть на представление. Это же огромный шар огня, а мы в самом его центре. Просто крошечная точка. Надо быть очень сконцентрированными. На невесельный ветер, течение. Мы как футболисты. Путешествие – это здорово, но нужен результат. Над мачтой Брига за время шоу разрывается 50 тысяч зарядов разной высоты и разной мощности. Их всполохи синхронизированы с музыкальным сопровождением и действием на реке. Управление, конечно, компьютерное, но обеспечивают эту ювелирную работу сотни специалистов. В 68-м этот праздник увидели 25 тысяч ленинградских выпускников. Теперь забронировано 80 тысяч самых лучших мест для ребят из 34 регионов России и 6 стран мира. Алые карусы уже давно стали праздником международным. Дмитрий Витов, Денис Торопчинов, Ксения Угарова и Виктор Аверин. Первый канал. Санкт-Петербург.